На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Дворец спорта Видное принимает у себя участников первенства России по спортивной борьбе. Вам всем честной дворецной борьбы. Пусть победит сильнейший. В поселке совхоза имени Ленина началась масштабная реконструкция нескольких объектов социальной инфраструктуры. Шахматы – это скучно. Подобный миф развенчивают члены клуба «Ход конем». Это очень интересно, приносит пользу, развивает мышление, внимание. В Дворце спорта Видное прошло первенство России по спортивной борьбе в дисциплине грэплинг. Это вид единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. С сильными духом поговорила Юлия Погосян. Первенству России по спортивной борьбе грэплинг предшествовали региональные отборочные этапы. Поэтому во Дворце спорта Видное сегодня соревнуются лучшие юные борцы из разных уголков нашей необъятной страны. Напряжение с каждой схваткой нарастает. Судьям предстоит непростая работа – отобрать самых достойных, которые будут представлять Родину на первенстве мира. На территории России вся эволюция грэплинга произошла на моих глазах. Я вижу, что есть явный рост как в технике, так и в физической подготовке. И российские спортсмены, и дети, и юноши, и взрослые. Не только физически, но и технически уже пальму лидерства держат в мире. Традиционно торжественное открытие соревнований сопровождается гимном России. Старт первенству дал глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Вам всем честные, правильные борьбы. Пусть победится и меньше, хотя я уверен, что сегодня победитель у меня все будет. И уже то, что в такой тяжелой ситуации в стране мы нашли возможность вместе повестить это соревнование, это уже общая победа вместе с вами. Но я уверен, что независимо от спортивных достижений, вы все вырастите самыми настоящими защитниками отечества, в чему борьба и учит. Спасибо вам огромное, что вы здесь победили и честные победы. 12, 13 и 14-летние – еще совсем юные, но целеустремленные спортсмены. Причем как мальчики, так и девочки. В глазах каждого читается желание победить. Удается не всем. В воздухе одновременно витает и радость, и разочарование. Грэплинг – вид спортивной борьбы, который отличает минимум ограничений по использованию болевых и удушающих приемов. Тренеры отмечают, детям в этом виде спорта непросто. Здесь необходима повышенная концентрация внимания. Взрослые спортсмены, так скажем, они более собрано борются. У них мало действий, но больше результатов, так скажем, на качество больше работают. А юные спортсмены, они пробуют все, что умеют. И, соответственно, у них ошибок больше. Мы их направляем на то, чтобы они по собранному боролись, особенно в ответственных финальных схватках. Соревнования проходят с учетом всех санитарных требований Роспотребнадзора. Никаких зрителей в зале, а значит и поддержки, которая, как известно, спортсменам просто необходима. Но, по признанию борцов, они рады и такому формату. Главное, у них, наконец, появилась возможность вернуться к спортивной жизни. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В просветительском центре при Никольском храме поселка Владарского в течение двух месяцев проходили занятия в рамках уникального проекта «Семейная медиация». По окончании курса участникам были вручены награды и благодарственные письма. Подробнее о нем в нашем сюжете. Идея организовать курсы по изучению семейной медиации принадлежит благочинному церкви Видновского округа священнику Дмитрию Березину. Семейная медиация – это особая технология, процедура, которая позволяет решать семейные конфликты путем помощи сторонам в том, чтобы они договорились, услышали друг друга и пришли к решению, которое позволило, сделав их обоих удовлетворенным этим решением. В основном все занятия проекта проходили в онлайн-формате, но несколько завершающих уроков решено было провести очно. В группе 11 человек. Это священнослужители из Видновского благочиния, а также представители Совета отцов. Часто семейные конфликты доходят до такой стадии, когда уже стороны не слышат друг друга, им нужен помощник. А иногда такие стороны обращаются в суд. А в суде, как мы понимаем, это очень сложная, неприятная процедура. И, как показывает практика, из суда часто уходят оба недовольные решением суда. Медиация позволяет, это мягкая, гибкая процедура, договориться, услышать друг друга и в идеале решить конфликт. Проводил занятия член рабочей группы при Общественной палате Российской Федерации по развитию семейной медиации Максим Беляев, который уже более 10 лет преподает для священнослужителей Русской Православной Церкви. Священники сталкиваются с семейными конфликтами, на самом деле, каждый день. И умение правильно регулировать конфликт, разрешить его, или направить эту энергию на созидательные цели, это очень важно. Поэтому я считаю, что такие проекты надо приветствовать. Не так много, на самом деле, в России, где готовят священнослужителей по медиации. Я считаю, что это очень передовой опыт, который нужно тиражировать. Александр Колунов, представитель Совета отцов Калужской области, приехал в Ленинский городской округ, чтобы пройти курс медиации, так как планирует открыть Центр примирения в своем регионе. Поступило предложение отучиться на медиаторов. И поскольку это ложится в, собственно, концепцию, в деятельность Совета отцов, то, соответственно, мы не могли себе отказать в такой возможности и обязательно пройти этот курс. Завершающие занятия курса прошли в просветительском центре при Никольском храме поселка Володарского. Всем участникам проекта были вручены грамоты и благодарственные письма. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В поселке совхоза имени Ленина началась масштабная реконструкция нескольких объектов социальной инфраструктуры. В частности, будет произведено благоустройство территории между домами 3 и 11. Работы начались всего пару дней назад, а старая спортивная площадка уже демонтирована. Рабочие вывозят то, что осталось от прежнего покрытия. На стенде, который находится у места проведения благоустройства, вся исчерпывающая информация. Здесь видно, что реконструировать будут два больших объекта – спортивную площадку и сквер. В этом году разыгрался конкурс, и мы благоустраиваем спортивную площадку, детскую площадку, зону тихого отдыха. Бюджет разыгрался там 10 миллионов. Сроки выполнения ребята обещают выполнить все это за 30 дней, но я думаю, что это конец августа. Визит в поселок совхоза имени Ленина стал для Андрея Звекова одним из первых на посту начальника территориального отдела «Картинский». Тогда ему рассказали, что сквер уже пытались реконструировать, но не сложилось. На той встрече с жителями, депутатами и общественниками было решено еще раз попробовать воплотить проект по созданию многофункционального комплекса для отдыха детей и взрослых. Сказано – сделано. За прошедший год был создан проект, в разработке которого активное участие принимали неравнодушные граждане. Работа с жителями у нас велась в прошлый год. Июль, август, сентябрь и октябрь мы провели около шести встреч по вопросу благоустройства этой территории. К нам поступило девять обращений от жителей, мы их все учли. Скоро здесь должны появиться как комфортные места отдыха для старшего поколения, так и отдельные зоны для детских игр и для активного досуга со спортивными тренажерами. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Шахматы – это скучно. Подобный миф развенчивают члены клуба «Ход конем». Каждую среду дети и взрослые собираются в стенах центральной библиотеки и проводят время за настольными играми. На одной из встреч клуба побывала и наша съемочная группа. Доска 8 на 8 клеток, 32 фигуры и двое игроков. Все необходимое для прокачки логического мышления. В центральной библиотеке уже полгода проходит занятие шахматного клуба «Ход конем». Каждую среду в 18 часов он открывает свои двери для всех желающих. Это очень интересно, приносит пользу, развивает мышление, внимание, восприятие, воображение, память. И в гостях у клуба часто бывают такие профессионалы, как Болховитин Александр Викторович – это мастер спорта по шахматам. Жеребцов Дмитрий Александрович – это кандидат в мастера спорта по шашкам. Он приходил, давал мастер-классы и обучал детей игру в шашки. Сюда приходят как опытные шахматисты, так и начинающие. Иногда они садятся за доску вместе, и один начинает учить другого. Так вышло у Влада Ковтуна и Марины Андриановой. Причем в роли наставника выступил именно юный шахматист. Мне нравится, что это игра на логику, что ты должен просчитывать на несколько ходов вперед свои действия. Для меня, конечно, это сложновато. Ну, я первый раз играла, вот сегодня мне Влад и Лев помогали. Ну, я горжусь тем, что, в общем-то, оставила тоже на площадке врага мало фигур. Это, так скажем, мне немножко импонирует. Помогает в обучении и Лев Воротынцев. Шахматы он полюбил с самого детства. На занятиях клуба он готовит себя достойных соперников. Приятно видеть то, что вот когда люди уже научились, и твоими действиями, которые ты их обучил, они ими воспользуются, и это очень приятно влезать за этим. Помимо шахмат и шашек, здесь можно сыграть в различные настольные игры или решить задачу на логику. Клуб ход конем гарантировал каждому гостю интересное времяпровождение. Здесь немноголюдно, но по-своему весело. А пока члены клуба ждут новых соперников. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok